Энергетики готовятся к отопительному сезону, проверяют показания датчика в состоянии котлов. Сегодня на Красноярской ТЭЦ-3 побывал наш корреспондент Екатерина Павленко. Она узнала, где в этом году началось строительство новой теплотрассы. Новый энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 запустили в марте прошлого года. Он дал еще больше тепла жителям Советского и части Центрального районов. Сейчас оборудование готовят к предстоящей зиме, проверяют, все ли работает без сбоев. С появлением этого энергоблока удалось подключить к теплоснабжению более 100 новых многоквартирных домов, детские садики, больницы и спортивные объекты. А еще жители Советского района в прошлом сезоне на холод-квартирах не жаловались. Не пожалуются на дефицит тепла, верят энергетики многие красноярцы. Сейчас на всех теплостанциях края ведут плановый ремонт, меняют котлы и турбины, проверяют температуру нагрева. На реконструкцию станции готовы потратить свыше 2 миллиардов рублей. Компания к отопительному сезону готовится по графику. Уже выполнено примерно 60% объема всех ремонтных работ, которые мы планировали. Работы по тепловым сетям во всех городах Красноярского края, где мы присутствуем, ведутся по плану, без отставания. Никаких-то проблем мы не видим. Запасаются и углем на склады завезли более 900 тысяч тонн топлива. Больше всего трудятся на тепловых сетях. В Красноярске планируют заменить 19 километров труб. Продолжают реконструировать теплотрассу на улице Павлова. Новую готовят на Лесопарковой. Приступили и к уникальному проекту строительству тепломагистралей. В Теле четвертого моста возможность подключиться к теплу через Енисей появится у жителей в 2015 году. Работа напряженная в целью того, что Сибирь не прощает ошибок, Сибирь не прощает слабой подготовки или расхолаженности. Мы не можем не успокаиваться, мы не можем ставить никаких себе оценок, пока даже самый малейший агрегат не будет готов к работе. Пока мы не проведем испытания, мы постоянно будем держать руку на пульсе. Все ремонтные работы завершат к середине сентября. А будущий отопительный сезон на станциях обещают начать в срок. Надеются, что обойдется без аварий и порывов. Екатерина Павленко, Григорий Зимин, Вести, Красноярск.